Шир Дакашая Вишну с вами, его божественная милость Шила Ачеба Ктивиданта Свами Прабхопада теперь едет из Калькутты в аэропорт Нью-Дели для участия в 9-дневном цикле лекций по Шримад Бхагаватам. Все высокопоставленные гости встречают его, включая мэра Дели, Ханс Радж Гупту, депутата Дилийского законодательного собрания, члена нашего специального комитета, который будет организовывать все лекции в Нью-Дели. Очень сложно найти место для лекции в Нью-Дели, но при помощи правительства Индии и мэра все было устроено совершенным образом. Какое подходящее событие для Шилы Прабхопады. Его встречают как высокопоставленное лицо в Дилийском аэропорту Палам. Когда он приезжает на первый Пандал Дели, на площадь Канат, многие члены правительства были приглашены встретить Шилы Прабхопаду. Гурдас ответственный за встречу гостей. Шилы Прабхопаду никогда не затрагивали прославление. Он смиренно принимает тот уровень сознания, которым наделены его ученики, и делает это с таким смирением. Прабхопада рассматривает первый журнал, напечатанный по этому случаю в Дели, «Обратно к Богу», на Хиндии, «Бхагавадаршан». Он был очень доволен, что наш журнал на Хиндии выходит впервые в Индии. Можно видеть, как он наблюдает за людьми, за их прогрессом в духовной жизни. Настолько он проницательен. Он мог увидеть прогресс своих учеников, внешне и внутренне. Меня так захватывает наблюдать за его поведением. Он как будто не обращает внимания ни на что, кроме бхакти, продвижения в сознании Кришны. Он преподносит то же послание, страна за страной, вдохновляет каждого ученика. Но это очень подходит тому, кто жил и трудился в Дели в конце 50-х, в начале 60-х. Он жил один, трудился в одиночку, без какой-либо помощи. И всего лишь за 10 лет такие потрясающие перемены его признали. Прабхупада был в центре новостей, когда проходили эти пандалы в Индии, в Бомбеле, в Дели, в Калькутте. Они были очень широко освещены в газетах, и в кругах лидеров общества прекрасно знали о присутствии Прабхупады. Все от премьер-министра до членов кабинета. Премьер-министр сама была очень высокого мнения о нашем движении сознания Кришны. И через некоторых почетных членов парламента, которые разговаривали с ней от нашего имени, она помогала в ранние годы нашего движения сознания Кришны. Встречалась с преданными и хорошо отзывалась. Тогда премьер-министром была Эндира Ганди, Гина Даядри Дасси. Когда мы вернулись из аэропорта домой, он пригласил всех в свою комнату, и сам, откинувшись на подушки, он выглядел таким юным и сияющим. Было совершенно другое ощущение, не то, что когда мы видели его в Америке. Он смеялся много и шутил о том, какое плохое молоко в Калькутте. Он говорил, что с молоком в Калькутте покончено. Он только что вернулся из Калькутты. Я полностью онемела в виде своего духовного учителя в таком настроении, таким непринужденным. И чувствую себя такой недостойной, что я даже не могла... Когда я смотрела на него, он так сиял, что у меня начинали болеть глаза. Я подумала, хорошо, начну со стоп. Я начинала смотреть на его стоп и поднимая взор. Я как будто предлагала глазами Арти, я поднимала взгляд по его трансцендентному телу, пока не достигла лица. И когда я увидела его лицо, его вид изменился. Я начала дрожать, и из глаз у меня полились слезы. Я не могла поверить в то, что увидела. Это был совсем не тот материальный облик, который я видела. Это был Прабхупада. Но он преобразился в свою совершенно сверхъестественную красоту, которую нельзя увидеть на этой планете. Я чуть не потеряла сознание. Наблюдение за изменением облика Прабхупады было для меня ощутимым доказательством того, что он живет на духовном уровне, в духовном мире, даже находясь среди нас. И время от времени перед нас подалось наше глаз, и по милости Прабхупады нам на мгновение открывалось видение. Это буквально первый день Пандала в Дели. Там была чудесная асана. А за тем занавесом находятся невероятно красивые божества Радага Кулананда, которые Шила Прабхупада официально установил тогда по случаю этого Пандала в Дели. Такое уже было на обоих Пандалах в Дели и на первом Пандале в Бомбее. Те божества поехали в Австралию и в Новую Зеландию. Эти отправились в Мэннер, в Англию, а божества в Джейпуре, божества Радага Куланда, в конечном итоге, уехали в Нью-Йорк. Прабхупада считал, что эти фестивали были установлениями божеств. Другими словами, им поклонялись в его присутствии. Когда чистый преданный вводит поклонение божествам, то это, естественно, одна из форм инсталляции. С этими божествами были разные забавные истории в этих трех местах, в Лондоне, в Нью-Йорке и в Далласе, где преданные на самом деле немного изменили Арча Виграху, незначительно. Когда Прабхупада услышал об этом, он сказал, «Нет, этим божествам уже поклонялись. Так нельзя делать». Так случилось, что я была ответственна за организацию поклонения им в Пандале и их установление, за всю эту часть программы. И вскоре после окончания фестиваля, я три дня была совершенно без сознания в Коме. В один из вечеров к сцене подошел молодой американец, хулиган, с длинными растрепанными волосами. Он был одет в кожаный жилет на голую грудь. Все его тело было исперчлено татуировками, а на шее у него висели цепи. Он подошел к сцене в агрессивном настроении. Он хотел бросить вызов Шриле Прабхупаде. Ученики Шриле Прабхупады тут же вскочили, чтобы удержать его. Но Шриле Прабхупада удивил нас всех, сказав, «Нет, пусть поднимется на сцену». Прабхупада позволил ему подняться на сцену. Он попросил учеников дать ему подушку или асану, чтобы тот мог сесть. И сказал ученикам поставить перед ним микрофон. Он спросил, «Осознали ли вы себя в себе?» И Шриле Прабхупад ответил, «Да». Это немного остудило этого парня, и он сказал, «Сколько лет Бхагавадгите?» Шриле Прабхупада сказал, «Пять тысяч лет». И тут этот парень начал разглагольствовать, «Нет, нет, согласно моим источникам, в соответствии с имеющейся у меня информацией, Бхагавадгите, не больше тысячи лет». И Прабхупада сказал, «Это глупости». Затем этот молодой человек задал еще один вопрос с вызовом, и в конце концов Прабхупад сказал, «Нет, теперь вы мне ответьте на мой вопрос». «Как нужно изучать Бхагавадгиту?» И парень сказал, «Нет, я первым задал вопрос, сначала ответьте на мой вопрос». Прабхупад возразил, «Нет, я тебе не слуга, я не обязан отвечать на твои вопросы». «Сначала ты дай ответ на мой вопрос, как нужно изучать Бхагавадгиту». В конце концов, оба они стали кричать друг на друга, и Прабхупада сделал жест ученикам, и они выпроводили этого парня со сцены. После этого Шрила Прабхупада стал объяснять, в чем заключается путь постижения знаний, данного в Бхагавадгите, через смиренное служение, а не через спор. Я в то время распространял книги среди слушателей, и это происшествие создало большую шумиху среди публики, и все зрители разделились на две части. Одни были на стороне Прабхупады, а другие встали на сторону этого парня. Те, кто отстаивали его сторону, поднялись и окружив нас, стали осуждать нас, говорили, «Ваш гуру Махарадж должен был ответить на его вопрос». Атмосфера настолько накалилась, что все, кто там распространял книги, как можно быстрее пробрались назад к сцене. Но позже мы поняли, что сделал Прабхупада. Он создал эту ситуацию, чтобы проиллюстрировать, как нельзя изучать Бхагавадгиту. И в противовес этому Шрила Прабхупада объяснил, каков истинный процесс, и это смиренное слушание из правильного источника. Моя обязанность, одна из них состоялась в том, чтобы приглашать на программу главных гостей. Поэтому я подумал, что было бы неплохо, поскольку мы так делали в Лондоне, было бы неплохо сделать заглавие по основным моментам того, о чем Прабхупада будет говорить и приглашать гостей, которые имеют какое-то отношение к той или иной теме. Одним из главных гостей был Джеймс Джордж, посол Канады в Индии, который очень хорошо относился к нам. Мне кажется, его речь была прекрасно воспринята народом, как и речи других высокопоставленных гостей, если не больше. Мы пригласили доктора Атмарама, ведущего ученого, и он говорил о том, что наука и религия на самом деле не должны расходиться в своих мнениях. А затем Прабхупада дал лекцию по книге «Легкое путешествие на другие планеты». Это была довольно научная речь. Мы пригласили Ханса Раджгупту, мэра Дели, который был очень хорошим другом Прабхупады. Это уже стало историей, как Прабхупада упорно добивался своего. Он основал Лигу преданных и напечатал Шримад Бхагаватам. Это было крайне поучительно для нас, потому что Прабхупада вначале по-настоящему стойко добивался всего того, что мы сейчас принимаем как само собой разумеющийся, и он все устроил. Это первая экспансия энергии Шрилы Прабхупады, которая сейчас стала проектом славы Индии. Шрилы Прабхупада, когда он уехал на запад, он знал, что он вернется и наводнит Индию сознанием Кришны, так же, как Господь Итания наводнил сознанием Кришны весь индийский субконтинент. Это было уготовано Шриле Прабхупаде судьбой. И когда он привез своих учеников с запада, полных энтузиазма, но все же очень неопытных, он начал отправлять их в различные места на проповедь. Итак, Дели, Калькутта и Бомбей стали первыми большими городами, над которыми Шриле Прабхупада работал, так как это столица, это было важно. Мы находились там, может быть, месяц, но кажется, что тот месяц растянулся на сотню лет, в то время, это было так важно. Итак, это лишь маленькие начальные кирпичики того, что позже превратилось в проект храма в Дели.